А цивилизация приходит в упадок. Археологи раскрыли ряд невероятных улик, которые могли бы указать, кто несет ответственность за эти ужасные находки, и были ли они причастны к каннибализму. Каннибализм – последний запрет. Юго-Запад Америки, 1150 год. За несколько веков до прибытия первых европейцев тьма пришла в края песка и камней. Сквозь тени бесплодных равнин движется банда преступников. Их цель – четыре крошечных деревни. Группа ничего не подозревающих крестьян. Личности убийц неизвестны. Что на самом деле произошло той ночью? Преступление произошло там, где сейчас находится юго-западная Колорадо, недалеко от границ Юта и Нью-Мехико и Аризоны, на засушливых склонах горы Юта. Когда племя этой горы решила заняться здесь хозяйством в далеких 90-х, федеральный закон потребовал провести археологические исследования. Целью осмотра была равнина под названием Ковбой-Вош, раскопки которой дали потрясающие результаты. Просеивая песок, ученые наткнулись на что-то странное, неизвестное. Бэнкс Леонард и его группа нашли остатки древнего поселения, которое внезапно исчезло. Они обнаружили землянку и доказательство того, что здесь происходило людоедство. Первое, на что мы обратили свое внимание, был фрагмент черепа, который, по всей видимости, принадлежал взрослому человеку. Он лежал в неестественной позе. Рядом был шейный позвонок. Мысль, посетившая меня, указывала на то, что это было похоже на обезглавливание, а не на обычное захоронение. Дальнейшие находки все больше указывали на преступление. Позже, когда мы откопали вентиляционную шахту, мы нашли еще около тысячи фрагментов человеческих костей, сваленных в кучу, как будто их сбрасывали сверху в эту вентиляционную шахту. Лишь немногие из них были целыми. В основном мы находили лишь фрагменты, но некоторые казались намеренно переломанными. Находка рассказывала о совершенном зверстве. Для археолога Пэт Ламберт трудность заключалась в сортировке костей. С таким материалом мне еще не приходилось работать. Передо мной стояла задача идентифицировать эти кости, попытаться собрать их вместе и как-то воссоздать из них человеческие тела. С помощью воссозданных тел она надеялась понять, что же произошло той ночью, найти причину побоища. первая улика след от отчетливого среза на костях, около суставов и сухожилий. Такие следы остаются при расчленении тела. Ткани, которые соединяют суставы, при разделении частей тела сильно повреждаются. Особенно отчетливо это видно, если посмотреть на кости бедра. Эти увечья причинили не хищники, а люди каменным орудием, сломавшие конечности и лишившие жертв плоти. Ламберт установила связь происшедшего со смертью. Я нашла в этих костях следы винтообразных переломов, характерных для живых тканей. Если посмотреть на окончание длинных трубчатых костей, то можно заметить небольшую ободранность, такую же, как и у коры деревьев. Все это может быть только у еще живого человека. Эти убийцы действовали быстро и решительно. Тела были жестоко расчленены, сами скелеты были также разломаны. Скорее всего, причиной этому послужило желание заполучить заветный костный мозг. В некоторых случаях замечено почернение костей, следы, указывающие на сожжение. Как может объяснить Ламберт эти ужасные факты? Обугленные кости, расчленение, переломы. Все это напоминало находки распотрошенных и съеденных животных. все эти признаки указывали лишь на одно нападение и убийство, жертвами которых стали 24 человека. Людей убили, расчленили, а потом съели. Это был жуткий поступок, заставивший задуматься даже самых скептически настроенных ученых. Все эти обстоятельства, собранные вместе, указывают именно на такой исход событий. Но одно осталось мне непонятно. Я помню, что подумала тогда как это еще объяснить? Не знаю. Те же основания думать о кошмарных убийствах были и во второй землянке в нескольких метрах на запад. Для Ламберт останки 14-летнего подростка подтвердили жестокую правду о нападении. Голова была расколота надвое. Лицо осталось невредимым, но затылок при этом был оборжен. По обугленным останкам видно, что голова была помещена в огонь полностью, но при этом мы нашли эту голову расколотую надвое. Причем одна половина лежала отдельно от другой в разных грудах останков. Получается, что убийцы сначала бросили голову вместе с мозгом в огонь, а затем разделив ее вытащили мозг. Но зачем? Ламберт полагает, что единственная причина этому каннибализм. Другие с ней не согласны. Они утверждают, что наличие костей в таком месте, как эта долина, ничего не значат. Их появление совершенно случайно. Вентура Перес, университет Массачусетса. Я думаю, что гипотеза о каннибализме ограничивает возможные трактовки происшедшего. Есть множество других версий, объясняющих эти находки. Возможно, это были повторные захоронения или наказания или гонения на ведьм. Вентура Перес полагает, что выводы о каннибализме слишком поспешны. Имеются факты, такие как похоронные церемонии или войны, которые могут развеять данное заключение. Но критики также говорят, что причиной каннибализма могли быть колонисты, которые вознамерились завоевать местное население и землю и поработить их. Это становится очевидно, если вспомнить многовековой конфликт между коренными американцами и европейскими поселянцами. не надо было выкапывать останки из земли, изучать и использовать их в научных целях. Питер Пин по Эбло, Нью-Мехико. Если бы мы могли, то сказали бы нет археологии. И вся эта история была бы закрыта. Была бы внутри общины. Вы можете изучить любое из 30 племен Пуэбло и нигде в традициях не найдете людоедства. Скорее наоборот. Каннибализм это крайнее выражение зла. Здесь в районе четырех углов все еще слышны отголоски обвинений и оправданий. Но споры идут и за пределами Ковбой-Вош. Следы каннибализма обнаружили еще во множестве юго-западных поселений. Археологи нашли веские доказательства более чем в 30 селениях, включая Ковбой-Вош. Сегодня на этом месте уже растут кукуруза и люцерна. Терри Найт присутствовал на раскопках племени горы Юта. Он пытался понять, почему один человек мог съесть другого, почему это происходит даже в самые критические периоды. Из истории мы знаем, что все культуры и люди различны и имеют свои идеалы. И по этой причине одни должны жить, другие умирать. Но такая смерть для меня кажется невообразимой. У меня это просто не укладывается в голове. кто и за чем мог стоять за таким преступлением и почему? Было ли это действием маньяка или беспрецедентной выходкой банды или обычной практикой? Ключи к этим ответам нам должны дать сами люди жертвы и их убийцы. В исследованиях каннибализма ученым требуется копать гораздо глубже, чтобы найти более древние следы. Антрополога Джона Хасса удивила эта местность между Аризоной и Нью-Мехико. Он посетил множество деревень и селений ковбой Вош, чтобы узнать как жили и умирали коренные американцы. Тот факт, что мы имеем здесь человеческие останки, вполне нормальное явление ритуала захоронения людьми своих предков. Все вполне может быть никак не связано с каннибализмом и воинами. Как эксперта по изучению древних войн, Хассу требовалось узнать, был ли этот акт насилия следствием битвы или серии нападений. Мы видим, что такой район, как Ковбой-Вош, расположен в защищенном месте, и его обитатели не волновались насчет атак извне. и поэтому здесь налицо всплеск насилия внутри общины, некий элемент социального контроля, как будто одна часть общества подчиняет таким образом другую, чтобы заставить их что-то сделать. внутреннее насилие. Это означает, что убийцы знали своих жертв. Они нападали не на чужаков, а на сородичей. Возможно, ими руководил голов. Но местные жители давно научились выживать на этой бесплодной земле. Поэтому ученые исключили этот мотив. Поиски причин этого жестокого нападения порождали очень странные факты. Всплывали неожиданные ответы. разгадка тайны ковбой вошь начинала проявляться в совершенно другом свете. Ночное нападение и серия убийств. Восстановив события, произошедшие в ковбой вошь, археологи пришли к любопытным заключениям. Во-первых, преступников было несколько. Скорее всего, было несколько убийц, распотрошивших и съевших семь жертв, на которые было совершено нападение. Патрисия Ландерт, университет Хилты. Казалось, что община подверглась атаке. Это указывает на то, что на людей напала далеко не просто парочка головорезов. Во-вторых, это было спланированное нападение. убийцы действовали организованно. Многое предположила Пэт Ламберт. Бэнкс Леонард, почвоведческая компания. Она проанализировала образцы повреждений и методы расчленения. В соседней землянке мы также видим отдельные груды костей. Например, здесь кости от рук и ног, а там только от рук. В-третьих, это было неограбление. Убийцы не забрали посуду и украшения. Они оставили брошенными на полу ценные вещи. Это совсем нетипичная манера в таком поведении. Здесь не было как мотива получить большую прибыль, так и никакого демонстративного акта. очевидно, что здесь были иные предпосылки. Более значимые действия. Джонатан Хасс отвергает причастность древних американцев. Его цель объяснить, что насилие имело место на всей территории Ковбой-Вош. Беспорядок, затронувший пару деревень, вспыхнул на всем американском юго-западе. Он считает, что убийства в долине вызваны зловещими политическими мотивами. То, что случилось в Ковбой-Вош, по-настоящему ужасно. Я имею в виду тот факт, что люди были убиты и расчленены. Их разделали и съели как обычных животных. Все это служит веским аргументом в пользу того, что это все-таки был акт каннибализма. Чтобы найти этих убийц, Хас и другие археологи отправились в загадочную поездку. Следы привели их к потерянной цивилизации. Таинственные люди жили в этих песчаных ущельях юго-запада. 900-й год после Рождества Христова анасази, предки Пуэбло начали создавать свою цивилизацию в каньоне Чако, нынешнем Нью-Мехико. Каньон увеличил территорию проживания на 800 километров вдоль пустыни. Ковбой Вош лежит на границе этой системы. В Чако были возведены дворцы, а также большие религиозные площадки, названные Кивами. Архитектура в таком масштабе, как здесь, больше нигде не встречалась в Северной Америке. Археолог Джон Кентнер провел большую часть своей жизни, исследуя руины каньона. Он видит решение загадки каннибализма в культуре Чако и ее связи со сверхъестественным миром. Люди хотели быть уверенными в том, что если пойдет дождь, то он не навредит их жизни, а урожай не погибнет. они приходили сюда и надеялись, что смогут вырастить много зерна. Жрецы Чако выстраивали свои жилища так, чтобы отследить движение звезды солнца и смену сезонов. Они сообщали о времени посадки или сбора урожая. Неудивительно, что Чако стали вдохновением в поисках гармоничного общества прошлого. Требовалось время для археологов, антропологов и общественности. Стив Лексон, Университет Колорадо. Чтобы понять, что Юго-Запад не всегда был таким миролюбивым местом. Уже первые раскопки открыли темные стороны Чако. В 1897 году было найдено множество искалеченных тел на участке Пуэбла Бонито, самом большом здании Чако. Один из археологов заключил, что жители периодически занимались людоедством. Мирное существование, присущее людям, жившим в Чако, возможно было нарушено внешними воздействиями. Их не так много, но археологи обнаружили около 20 или 30 подтверждений таких инцидентов, когда вся семья, группа людей, мужчины, женщины, старики, дети были убиты. В 12 веке уровень насилия возрос. Что-то поменялось в этой культуре. Некоторые полагают, что к этому привела сильная засуха, продлившаяся 50 лет. Это могло привести к расколу в обществе. Согласно одной теории, действия убийц были одобрены верховными жрецами в обмен на власть и богатство последних. Джон Кентнер повсюду на песке видел следы крови. Я думаю, что на тот момент правители Чако почувствовали неладное в своем правлении. Это могли быть некие чувства преследования, возможен даже элемент безрассудства, когда они увидели, что климатические условия пошатнули их религиозный авторитет среди народа. Вот почему это послужило переходом от благочестивых религиозных мер к насильственно принудительным. Джон Кентнер, университет штата Джорджия. Кентнер считает, что это был элемент правосудия. Эти головорезы служили посланием для вероотступников. Я убежден в этом. Если вы хотите сделать некое заявление с помощью убийства, это будет касаться только вас. Но когда вы калечите, убиваете и съедаете тела погибших, это будет отличаться от обычного убийства и являться вызовом для остальных. Я полагаю, что это было некое заявление. Эти люди сделали что-то плохое, поэтому мы накажем их и удалим из нашего общества. Это то, что произойдет с тобой, если ты попытаешься противостоять и осмелишься пойти наперекон. Это было послание вселяющее ужас. Слух о нем прокатился по всему юго-западу. Набеги, терроризм. Убийства в Ковбой-Вош были заключением в серии нападений. Налицо акты насилия против жителей деревни. В этой местности жили несколько человек, по останкам которых можно обнаружить, что у них были травмы, зажившие со временем. Одним из них был подросток, чья голова была сожжена, а тело расчленено и брошено в огонь. Но до этого произошло нечто важное. Он получил серьезные травмы, раны на лбу и на затылке. Был и другой человек, похороненный здесь же, который умер перед этим заключительным нападением на деревню. У него тоже была серьезная зажившая рана на лбу. Это говорит нам о том, что эта местность была не такой уж изолированной. Она подвергалась набегам со стороны внешних врагов. Была найдена еще одна подсказка, объяснявшая природу этого насилия. Некоторая несостыковка фактов, и она позволила выдвинуть еще одну теорию. В этих домах была найдена оставленная глиняная посуда, изготовленная в горах, отдаленных почти на сто километров. Такая посуда могла оказаться здесь, только если бы ее принесли сами сельские жители Ковбой-Вош. Могли ли они быть иммигрантами из другой области? Могли ли они быть повержены из-за того, что были другими? В те времена любого человека, отличающегося от остальных, ждала страшная участь. Их называли ведьмами и обвиняли в покровительстве злу. На них лежала ответственность за засухи, болезни и голод. С ними обходились очень жестоко. на юго-западе эта практика была распространена. Эндрю Дарлинг выкопал множество изрубленных тел на участке к северу от Ковбой-Вош, известном как Йеллоу-Джекет. Я обнаружил, что люди Пуэбло казнили ведьм определенными способами. Существовали определенные церемонии. Людей, которых принимали за ведьм, разрубали на части и сжигали. Считалось, что только так можно было убить ведьму. Нужно было разрушить не только ее душу, но и ее тело. Я полагаю, что наши находки в киевах и землянках есть не что иное, как следы казни ведьм. Археолог Вентура Перс полагает, что хотя каннибализм и имел место в некоторых редких случаях, он не объясняет большинство находок. Вместо этого он видит в них следы обрядов, своего рода ритуальные церемонии, когда убивались люди. Если вы пытаетесь уничтожить ведьму, первое, что вы сделаете, расчлените ее. Вам придется разрубить ее на части. Нужно будет сломать суставы, а затем раздробить длинные кости. После всего этого остаются такие следы, которые можно интерпретировать как последствия каннибализма. Перес считает, что если он сможет обнаружить оружие убийства, он сможет выявить мотивы. Древние мастера использовали кремень, чтобы делать всевозможные ножи для использования в ритуалах с хрупкими декоративными украшениями для охоты с острыми крепкими лезвиями. По следам от порезов можно определить, какой тип инструмента был использован, в зависимости от того, на что след похож под микроскопом. Это мог быть двусторонний инструмент, наделявшийся религиозным или идеологическим значением. Если отметина сглажена, а стенки пореза являются гладкими, вероятно, использовался другой инструмент, не имеющий религиозного значения, сделанный специально для расчленения. Перес изучает следы, оставленные острыми предметами на костях, найденных на юго-западе. Он наносит на кость специальную смесь, чтобы провести исследование. После высыхания этой смеси остается хорошо видна отметина, по которой можно проанализировать варианты происхождения зарубки на кости. таким образом он изучает полученный материал под микроскопом. Вот след пореза на человеческой кости. И по этому порезу можно определить, что он был сделан зазубренным двусторонним орудием. Этот тип лезвий больше используется для церемоний, чем в практических или утилитарных целях. Они достаточно сложны в изготовлении, и они не очень-то хорошо режут. Вот поперечный разрез оленя. Мы знаем, что животное было забито ради пищи. Отличие налицо. Нет никакого зазубренного края. Использовался очень острый предмет, похожий на нож мясника или скальпель. Что-то, чем удобно обрабатывать мясо. Перрис уверен, что юго-западные находки указывают на церемониальное убийство, а вовсе не на людоедство. Плоть была разрезана, но не так, как для употребления в пищу. В ковбой-вош были найдены особые ритуальные помещения. Эндрю Дарлинг, университет штата Аризона. В них были обнаружены останки людей, признанных членами сообщества ведьм. Это мог быть и один человек, который ответил бы на вопрос, чьи души вы еще украли, кто член вашего религиозного общества. Этого человека вынуждали указать на других людей, и тем самым излечить общество от этой болезни. Это фактически вело к массовой казни. Было ли это колдовством или каннибализмом? Или и тем, и другим? В этих каньонах правда кажется такой же неуловимой, как дожди. Разрозненные факты пролетают как перекати поле через эти холмы. Но в Ковбой-Вош есть еще одна подсказка, которая никогда не встречалась ни на одном из юго-западных участков. Это капролит, окаменевшие человеческие экскременты, оставленные прямо в очаге. Биохимик Ричард Марлер из Университета Колорадо провел много экспериментов для выявления следов крови животных на древних скалах. Он исследовал капролит и скал в Бой-Вош, чтобы определить, есть ли там свидетельство, которое могло бы подтвердить или опровергнуть людоедство. Вопрос о людоедстве спорный. Есть много теорий, которые по-другому объясняют археологические находки человеческих костей. Нет никаких прямых улик, подтверждающих, что люди употребляли людей в пищу. Противоречие не разрешено. Найденный капролит открыл новый путь исследования. Марлер пытается найти доказательства того, что плоть одного человека прошла через пищеварительную систему другого. У нас была возможность обнаружить белок, который не найден в кишечниках, через который проходит фекальный материал, но присутствует в полосатых мышцах и тканях ног и рук. И этот белок миоглобин. Благодаря миоглобину кислород попадает в мускулы и сердечную ткань. Марлер и его команда провели ряд испытаний, чтобы выявить человеческий тип этого белка. первое, что нам нужно было сделать, установить, что мы имеем дело именно с человеческим миоглобином, а не подарком от какого-нибудь животного типа оленя, антилопы или кролика. Они провели процедуру, используемую в судебной медицине. Размололи материал и добавили антитела, специальную молекулу, которая реагирует только на человеческий миоглобин. Желтый цвет говорит об отрицательном результате. Миоглобина нет. Синий говорит о том, что он есть. И синий цвет был получен снова и снова. Миоглобин не должен присутствовать в фекальном материале. Единственный путь, которым он мог туда попасть, через пищу. для многих археологов это было неоспоримое доказательство. Марлеру удалось обнаружить еще больше свидетельств в пользу его теории. Миоглобин был обнаружен на горшках для варки пищи, как и в капролите, найденном в очаге. В другом случае обнаружили останки 14-летнего подростка, череп которого был обуглен на открытом огне. Мы смогли выявить определенный мозговой белок, который встречается только в мозге и позвоночнике и никогда не попадает в фекальный материал. Этот белок, характерный для человека, был найден в капролите. Это говорит о том, что они потребляли не только мускулы, но и мозговую ткань. Я думаю, важно проверить эти данные в независимой лаборатории. И даже если они подтвердятся, то мы сможем со стопроцентной уверенностью утверждать, что это определенно был случай, когда один человек съел другого человека и затем облегчился в очаге. но то, что фекалии были найдены в Киеве, все же оставляет сомнение. Вопрос, не было ли это одной из форм символического насилия, мне более интересен, чем вопрос, съел ли кто-то кого-то или нет. Было людоедство или нет, бесспорным остается то, что зверские действия в Ковбой-Вош предвещали выход из темных времен, так как убийцы слабо себе представляли, какие силы они выпустят наружу. За десятилетия, которые последовали после резни в Ковбой-Вош, на Юго-Западе произошли серьезные изменения. В течение последующих 25 лет случаи людоедства участились. Но люди, жившие в каньоне Чако, поддерживали эту традицию недолго. Его большие здания были оставлены. Как ни странно, все признаки людоедства скоро исчезли. Но случаи насилия, напротив, резко увеличились. Когда Чако отступили, развязалась война между деревнями. Центральная власть рухнула, потянув за собой разрушения и войны. Деревни нападали друг на друга повсеместно. В итоге целые города были сожжены и разрушены. Войны, ритуальное убийство, набеги. Смерть преследовала эти пески во многих обликах. Джонатан Хас исследовал падение юго-западного общества по следу Чако. Здесь очень своеобразный климат. Вы нигде не найдете большего количества осадков. Примерно в 1150 году в климате происходят изменения. Он становится благоприятен для ведения сельского хозяйства. Далее, после 1150 года, ситуация ухудшается. Наступает голод. Дети умирают. Очень высоки показатели детской смертности. И тогда мужчины нескольких семей собираются и совершают набег на соседей, чтобы украсть все их зерно. В результате такого набега была убита пожилая женщина. Ведь она не собиралась позволить украсть зерно, а убежать она не могла. Вы получаете зерно, но вместе с ним у вас появляется и враг. Так вы входите в волну насилия. Это начинается с малого, но разрастается очень быстро. И вам приходится приспосабливаться к тому, что война становится нормой в этих краях. Вся область подчиняется этому конфликту. Приблизительно к 1250 году война охватывает все верхние территории юго-запада. Она распространяется как пожар. Постоянный страх нападения заставил целые деревни отправиться на поиски безопасного жилья. Они направились к холмам в район четырех углов. Недавно Хаас обнаружил поселение на расстоянии 150 километров от ковбоя Вош в Аризоне, защищенные укреплениями по всей долине. Главное в этом участке то, что до него почти невозможно добраться. А единственная причина по которой вы бы сделали свой дом столь труднодоступным желание защититься. А значит вас что-то беспокоит. Вы боитесь нападения. Недалеко к востоку от спящей горы Юта Анасази поселились в необычных жилищах. Они были вырезаны прямо в крутых стенах каньона. Эти каменные дома строились на большой высоте. Пробраться к ним можно было только узкими тропами. Здесь люди могли жить спокойно вдали от опасности окружающего мира. Эти жилища были шедеврами древней архитектуры дома страха порожденного террора. Но рост террора сделал небезопасной жизнь даже в тех деревнях которые были защищены. Вокруг убежища были обнаружены защитные стены. Когда археологи расчистили основание они нашли свидетельство побоища. Более сорока убитых тела которых были сожжены. Подобные угрозы заставляли другие сообщества анасази принимать более серьезные меры защиты. Мы находимся у подножья горы которая стала прибежищем для деревни. На ее вершине находится поселение Пуэбло. До ближайшего источника воды более 150 метров. А до места где они выращивали зерно еще больше. эти люди очень опасались за собственную безопасность и благополучие. Им приходилось беспокоиться не только за сохранность пищи но и за свои семьи. День за днем им приходилось носить воду и урожай через опасные скалистые участки. В Аризоне горные жилища которые обнаружил Хас составляли одну линию как пожарные вышки. так таким образом каждый мог охранять себя и соседей от внезапного вторжения с любой стороны. Какое-то время они были в безопасности но это не могло длиться вечно. Рано или поздно насилие должно было одержать верх разрушив это общество. для жителей четырех углов время бежало неумолимо не оставляя им никакого шанса. По прошествии двадцати лет запасы обрабатываемой почвы начинают иссякать но куда идти все удобные территории заняты поэтому нельзя переехать и приходится остаться наступает 1275 год но они все еще заперты в этом месте в итоге одно из сообществ сдается эти люди не могут выжить здесь и уходят в другое место таким образом некоторые участки становятся открытыми для вторжения врага достаточно того чтобы одно или два сообщества уехали после 35 лет проживания на одном месте и это приводит к краху всей системы именно это и происходит в четырех углах за период с 1286 года до 1290 здесь никого не остается единственная причина этому невозможность сохранить защитную систему в итоге ужасные события которые начались в Ковбоевуш привели к роковым последствиям крах империи Чаку изгнание из региона изгнание из области четырех углов еще одна загадка которую мы пытаемся разгадать это действительно потрясающее событие в истории когда десятки тысяч людей объединяются вместе чтобы покинуть территорию кто-то принял решение что это место больше не подходит пришло время уходить и такие события повторяются в истории Пуэбла снова и снова всегда приходит время и появляется кто-то кто говорит да пора уходить время пришло вернемся к Ковбой Вош Терри Найт снова похоронил все кости отослав на покой тех кто жил в этой сухой пустынной земле раньше как духовный лидер он должен был отдать дань уважения тем людям которые не получили его перед смертью несчастным земледельцем из Ковбой Вош возможно однажды новые раскопки прольют свет на их судьбу и на темные деяния их убийц может они были охотниками на ведьм или политическими террористами или каннибалами а может быть мы никогда этого не узнаем ведь эта бесплодная земля хорошо хранит свои тайны что произошло в этой местности что случилось в Ковбой Вош что произошло в этих скалах что вообще происходило в мире того времени мы пытаемся собрать мозаику истории и в итоге получаем большую картину того что есть сейчас и что было раньше легенды Наваха повествуют о зле которая охватила земли Чакру здесь произошло нечто ужасное что нарушило баланс в этом мире возможно так и было ведь террор в Ковбой Вош действительно является прототипом конца цивилизации но все что у нас есть сегодня это разрозненные подсказки в древних зданиях и скалистой почве свидетельства насилия погребенные вместе с костями продюсер и режиссер Томас Лукас автор субтитров